появился у меня совсем недавно вот такая монетка в коллекции это 2 евро португалии вот если более поточнее значит звучит так выпущенная 28 06 2013 года 2 евро португалии 250 лет башни клерегуш португальская республика вот такой вот сделала так скажем для нумизмата такой подарок монеты имеет номинал 2 евро очагание на изби металла наружное кольцо медно-никель вы внутренняя часть трехслойная цинк медь никель масса 8,5 грамма диаметр 27,75 миллиметра боковая поверхность монеты перифленый с надписью тираж 10 000 штук 15 000 из них бриллиант анциркуляйтед и 500 000 штук анциркуляйтед во внутренней части национальные монеты так если я вот с этой стороны поставлю во внутренней части национальной стороны монеты изображен фасад колокольни справа вид на город со стороны реки ниже выгравлен герб португальской республики под ним имеется название государства португал текст сверху по окружности 250 лет башни коллегуш на порту на португальском языке и год выпуска монет 2013 слева по окружности имеется знак монетного двора португали аббревиатура in sm и имя художника работавший над дизайном монеты югом массе вот по кругу внешнего кольца расположены 12 звезд европейского союза реверс имеет стандартные для двух евро монета оформления ничего там особого нету ну вот такая монета и монета если более подробно что за эта башня такая коллегуш вот вообще порту является одним из древнейших городов португалии там где эта башня находится поэтому неспроста историческая часть города находится под охраной юнеско одной из визитных карточек порта является церковь клерик уж как колокольник который раньше служил верным ориентиром морякам возвращаясь из далеких стран церковь была построена под руководством итальянского архитектора николя на сони по заказу братство клириков клерик уж она стала одной из самых впечатляющих работ на сони и одним из самых первых зданий в стиле барокко в португалии со временем николай на сони также вступил в братство клириков и по его завещанию был похоронен в сколипе одной из созданными и и его руками церквей строительство церкви началось в 1732 году и было завершено в 1750 возведением монументальной лестницы у главного фасада главный фасад здания украшена рельефами и грилляндами имеет фронтон что является характерным для стика для стиля барокко боковые фасады образуют овальную форму церковного нефа первое богослужение в церкви прошло уже 28 июля 1748 года несмотря на то что здание еще не было полностью завершено вот монументальность внутреннего пространства подчеркивает раскрашенный мраморный алтарь выполненный между 1767 и 1780 годами по проекту архитектора мануэля душ санту саппорта жемчужиной здания является его башня колокольня расположены с западной стороны она была построена несколько позднее самой церкви между 1754 и 1763 годами в первоначальном проекте на соне было спроектировано строительство двух башен однако после возведения колокольни в 1763 году строители покинут историю площадку башню украшена в стиле барокко скульптурами святых а также карнизами и балюстрадами а весь дизайн был вдохновлен тосканской колокольни башни высотой 76 метров возвышается над городом на момент своего строительства это было самое высокое здание в португалии на третьем и шестом этажах расположены площадки с колоколами интерьер ее отделан мрамором и гранитом украшенный весь бой а толщина гранитных стен первого этажа достигает двух метров дверь первого этажа украшена изображением святого петра павла 240 ступеней крутой лестницы ведут на верхний шестой этаж башни здесь со смотровой площадки открывается великолепная панорама города с 1910 года церковь и ее башня официально является национальным памятником португалии вот такая вот прелесть монетка что приятно досталось не пришла с аукциона не побитые не поцарапанные ну просто прелесть украшение любой коллекции на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания а